Здравствуйте, дорогие друзья! Всех рад приветствовать на записи 23-го выпуска уже по счёту видео подкаста под названием «Без даты». Рад всех видеть здесь в прямой трансляции. Если вы подключились только сейчас, я вам очень рад. Если вы подключились в смонтированной версии, вам тоже большой респект, потому что вы нашли время для того, чтобы её посмотреть. Это всегда приятно, круто, здорово. И если вы ещё порекомендуете меня, то это будет вообще двойной плюс. Значит, в общем, вот так вот бодро я начал сегодня. И давайте потихонечку буду переходить уже непосредственно к тому, что я хотел сегодня вам рассказать. И вот одно из тем, которое я не то чтобы для себя отметил, но в то же время как бы то, что мне попалось на глаза за последнее время, и опять же, вот сегодня и вчера, на самом деле мы с вами находились под небольшой опасностью. И давайте я расскажу вам вообще почему и что это значит. В общем, как вы знаете, в космосе вообще летает Международно-космическая станция МКС. И достаточно давно уже там это всё дело происходит. И это уже вторая итерация её, да, там, то есть, короче, вот. И это такой, значит, мировой проект, где там куча стран объединили в том, что как бы они сотрудничают в космосе и занимаются исследованием различных историй, связанных с невысомостью и так далее, да, то есть, как бы находится в космосе, вот. И как вы понимаете, что за такое большое количество лет, которые МКС существует, там скапливается достаточно много мусора различного, да, то есть, как бы, и, ну, это, это само собой разумеюще, потому что, опять же, люди находятся в космосе, да, люди очень много продюсируют различного мусора, да, и как бы, естественно, на Международной космической станции присутствует своя так называемая помойка, да, вот, куда все, всякие отходы там и так далее, да, вот. И суть в чем, в общем, тут недавно, вот буквально там пару дней назад вы могли находиться в опасности, сейчас объясню почему, потому что, ну, опять же, к чему я подводил, то, что на Международной космической станции есть определенный отсек, связанный с тем, что куда складывает мусор, и вот такой контейнер с тремя тоннами мусора, мне кажется, это стоит упомянуть более конкретно, да, с тремя тоннами мусора, накопленный за много лет работы станции, он взял и просто отвалился, вот. И причем его пытались правильно утилизировать, но, как бы, там, все подготовили, но что-то пошло не так, и самое главное, что теперь не очень понимают, куда он в итоге вообще войдет в атмосферу и что с ним будет, то есть, а там получается три тонны мусора, да, и самое главное, что в этом контейнере, получается, было не только там всякий бытовой мусор, да, но основную часть этого контейнера мусорного составляли, это аккумуляторные батареи и различные, там, связанные с электроникой тем, что отработал уже, да, они туда все складывали, да, то есть, как бы, три тонны мусора получилось в этом контейнере. Вот, и получается, что этот контейнер, он отвалился от Мизнода космической станции, и теперь он дрейфует где-то в космосе, причем это сделано, все было неконтролируемо, то есть, как бы, они хотели сделать это все правильно, чтобы он сгорел в атмосфере, чтобы он не долетел до Земли и чтобы ничего с ним произошло. То есть, ничего не произошло опасного для тех, кто находится на Земле. Но так получилось, что это все дело пошло бесконтрольно, вот, и так получилось, что ученые, вот, в этот момент предполагают, что полторы тонны мусора все-таки где-то в космосе сгорят. Но остальные полторы тонны, а трех тонн, которые в этом контейнере находятся, они могут упасть, точнее, они уже упали, потому что ориентировочно все это дело происходило, вот, либо с 7.38 марта до 3.30 ночи 9 марта. То есть, мы находились два дня, грубо говоря, под опасностью, потому что на вас могло, грубо говоря, свалиться с космоса полторы тонны мусора от космической станции. Вот, и как бы, давайте, как говорится, чтобы не быть голословым, давайте я вам сейчас покажу, как это вообще все выглядит, сейчас я посмотрю, насколько это все, да, вот, ну, почти, почти, я почти угадал, как это должно выглядеть, давайте вот я вот, ну, вот, хотя нет, я не буду сейчас двигать далеко. В общем, вот так вот этот контейнер выделили, да, и успели сфотографировать о том, как он может смотреться, да, вот, и, как бы, грубо говоря, вот такой контейнер отвалился от Международной космической станции, наполовину сгорел, наполовину попал в атмосферу, где-то упал непонятно где, я до сих пор, кстати, не видел информации о том, насколько он, где он вообще приземлился и что с ним случилось, потому что все-таки дело такое. Вот, но сам факт того, что, как бы, два дня мы находились в опасности того, что на нас может что-то свалиться сверху, это для меня показалось достаточно интересной историей, которая могла, знаете, вот так вот зацепить, как говорится, не то, что обычного рядового зрителя, да, но в целом, как бы, меня, который интересуется технологиями, интересуется всем тем, что вообще, в принципе, возможно происходить и в космосе, и у нас на Земле, да, то есть, как бы, и вообще, в целом, это такая полемика, которая, да, вот, если так подумать, то человек вообще, на самом деле, достаточно много мусора производит, да, даже если по самому себе посудить, да, то есть, как бы, там, у меня, там, мусорный пакет наполняется просто, не знаю, с какой-то космической скоростью то есть как бы и я грубо говоря там ну не то что каждый день ну как грубо говоря там раз два дня я точно выношу мусор вот прямо стабильно вот и как бы вы представляете когда вы находитесь в космосе да то есть насколько у вас там быстро мусор тоже может скапливать вот следующая история которая хотел вам сегодня рассказать вот это то что как вы помните на прошлых трансляциях по моему в двадцать первом выпуске да я рассказывал про то что мы начали съемку связано с porsche тайкан который мы точнее я проводил бурманске там и вот буквально на прошлой неделе точнее да нет на этом деле на этой неделе я получается мы до сняли все-таки porsche потому что все-таки это было не так это просто в том плане что кто-то владеет этой машины достаточно занят занятой человек да вот и дело в том что как бы не всегда удается у него как бы выделить время на то чтобы вообще что-то дело поснимать как бы это нам хорошо удалось вообще в целом как-то провести съемку связанную с тем что с оклейкой да ну как бы в дальнейшем как бы машина должна по планам было использоваться прямо каждодневно вот и у нас так получилось что что мы не успели доснять с ней динамику да то есть кому поснимали ее в статике и если вы подписаны мой канал в телеграме это если вы там допустим в инстаграме подписаны то то есть как бы вы видели уже скриншоты которые получились у нас непосредственно со статики да то есть как мы снимали ее уже в том как она была оклеена вот но хотелось ее добавить немножко динамики и соответственно мы в один из дней когда там у нас получилось выбраться единственный момент то что у нас как бы так как у нас весна точнее да то есть как бы у нас получилось так что на счет все тает вот и получается так что не дождались мы снежка вот поехали уже во влажную погоду снимать это все дело но нам уже нужны были кадры потому что опять же одно дело смотреть на машину в статике да другое дело смотреть ее в динамике потому что так как как ее линии играют на освещение как она вообще смотрится как она едет и так далее это все-таки отдельная история поэтому нам необходимо было это сделать по крайней мере мне вот и соответственно мы в один из дней получается отправились то чтобы поснимать ее на кольском мосту в движении вот такие кадры у нас получились я надеюсь как бы сейчас в телеграме все это дело показывается и вы оценили небольшие скриншоты опять же это все дело в таком тестовом режиме потому что я буквально пришел и буквально сразу же с накинул там цветокоррекцию небольшую посмотрел вообще как это смотрится на самом деле в динамике это смотрится очень красиво вот я сколько кадров смотрел то есть как бы я еще покажу скриншоты естественно с камеры да то есть когда они не передают потому что опять же здесь просто как грубо говоря фотографии да но когда ты смотришь это все в на скорости да и как это все дело смотрится с точки зрения того как это просто едет да то есть как бы и как это в динамике выглядит это все выглядит просто максимально круто то есть как бы и как от рефлекции источники света как играть пленка на кузове да как вообще это все дело смотрится с точки зрения освещения самих фар игры кузова игры колес и рефлектов да то есть как бы вот опять же я повторяюсь на я постараюсь донести эту всю историю как бы связано с тем что это очень красиво вот и пока мы как раз таки катались еще одна из проблем это вы если посмотрите на этот кадр вы увидите что в камеру летит достаточно много всяких различных брызг да то есть как бы и казалось бы что ну обычная вода там и так далее но это нифига не так потому что вот если вы присмотритесь на мой стабилизатор который мы максимально старались использовать в этом в этой съемочке да и как раз на заднем фоне видно range rover с которого мы снимались range rover на самом деле самая удобная машина для того чтобы снимать другие машины со стороны и недаром всякие грантуры топ гиры и так далее автомобильный шоу используют range rover для того чтобы снимать автомобили со стороны потому что они максимально удобные максимально мягкие максимально стараются сглаживать все неровности дороги плюс еще на стабилизаторе получается прям максимально ровная картинка поэтому отдельный респект владельцу этого этой машины потому что он все-таки выделил время и смог с нами покататься вот и если вы просмотритесь на мой стабилизатор и посмотрите особенно разъемы type-c то увидите что на нем максимально очень много соли то есть как бы вот у нас прямо на дорогах сыпят максимально соли то есть топят снег и дело в том что как бы это все летит на мою технику я потом дня 4 на она пыталась это дело тереть потому что вы знаете у меня во первых как бы вся техника была в соли во вторых как бы я сам еще был весь соленый то есть у меня лицо как будто я после моря приехал вот а вы представляете теперь как он вот машины все катаются да то есть как бы по этой всей жижи да и как бы не удивительно что вообще в целом все эти машины гниют потому что ну реально вот на дороге 1 галимая соль и это вообще на самом деле большая проблема особенно связано с мурманском при условии что как бы мурманск это вообще в целом морской города то есть как бы здесь преобладает морской климат и вообще целом соленость воздуха и так далее то есть и получается так что плюс еще добавляется сюда реагенты вот эти все соли соли да эти все питерские вот и машина просто грубо говоря там какие-нибудь необработанные машины на самом деле исчезают просто грубо говоря там новую машину люди покупают и потом на них появляется ржавчина потом мне просто ржавеет и начинает терять своих там типа качествах и так далее да то есть вот это на самом деле очень большая ну не то что прям великая но проблема да это как бы вот и я свои машины там все потом постарался обработать как только мог да там то есть максимально и защитить от этой коррозии но итог как бы да там то есть не хватает у меня девятка начинает тоже потихонечку сдаваться под всем делом ну понятное дело что девятки все-таки уже достаточно много лет как бы 91 года машина вот и ей получается уже 33 года что ли я сейчас немножко тяжеловато подсчитывать всю эту математику связанную с тем что сколько лет машине вот но я думаю что смысл вы поняли вот и это связано с тем что как бы вот реально тяжело кататься по мурманским дорогам и сохранять машину в своем состоянии потому что если мы возьмем какой-нибудь калифорнию либо же там египет абу-даби да то есть сухой климат с благоприятной теплой температурой то там машина вообще не обрабатывать даже не знаешь такое ржавчина потому что они там просто катаются бесконечно много бесконечно долго потому что там нету такой влажности да и там машины просто не ржавеют вот у нас здесь такая проблема которая связана с тем что как вот вот так вот получается да то есть как бы и в то же время вот например в кировске да насколько я знаю в дороге не посыпать ну что допремиешь как бы там нет такой жиже там нет такой солености вообще в целом ты не чувствуешь такую историю вот и там машина как-то себя получше ведут ну и в целом даже взять например финляндии да то есть они как бы там тоже дороги не посыпать все этими реагентами да не топят снег то есть там постоянно всегда такой белая дорога то есть куда там и люди справляются нормально то есть как бы там abio всех есть вообще никаких проблем и в этом ничего такого прин соответственно нету то есть все катаются нормально у нас же в мурманске все блин топят снег и этот бесконечная соль и И просто машина начинает растворяться просто за несколько, мне кажется, несколько дней может пройти, да, то есть, как бы, если вы там не помоете машину, у вас может просто от нее ничего не остаться, ну, грубо говоря, понятно, что я очень сильно гиперболизирую, вот, но в то же время, как бы, это имеет место быть, и, как бы, в любом случае, например, ты один сезон отъездил, считаешь, что у тебя машина в порядке, а потом по весне заглядываешь под, где-нибудь под домкратники, да, или там, под вообще, под кузов, и не находишь там порогов. Ты такой, типа, а где пороги, а ты такой, типа, а соли тебя, в ответ говорят, что порогов нету. Перейдем в следующую историю, которую я хотел вам рассказать, вот, связанно с тем, что, как вы могли помнить, или я не знаю, как бы, насколько вам вообще это близко, да, но в 2004 году вышел классный сериал, точнее, его первый сезон, который я непосредственно сам тоже смотрел, это мы заходим немножко в рубрику рекомендации, но, опять же, это я больше про историю вообще связанную с этим сериалом, да, то есть, как бы, я не буду его рекомендовать, потому что те, кто его смотрели, они его в любом случае уже посмотрели, да, а те, кто его не смотрел, ну, как бы, я думаю, что вряд ли его как-то заинтересует. Вот, история связана с сериалом Lost или Остаться в живых, если вы, как говорится, помните, как он вообще назывался, давайте я вам его покажу непосредственно на трансляции, да, чтобы, как бы, вы понимали, о чем речь. Вот, и сериал 2004 года, не то что рождение, да, я так сказал, вот, давайте пару кадров покажу из этого, да, то есть, как бы, про сериал, который говорит про то, что, там, разбился самолет на острове, да, и как там все, кто выжил на этом самолете, как они, там, взаимодействовали, как они между собой контактировали, как друг друга спасали и вообще в целом влюблялись или не влюблялись, да, там, то есть, как бы, там, любовной линией, все вот это вот. Ну, понятно, что я сейчас рассказываю синопсис небольшой такой. Первый, грубо говоря, серий, да, там, первого даже сезона, но потом там началось просто какое-то, там, ну, просто невероятное, да, там, истечение обстоятельств и до сих пор ведутся споры о том, как же все-таки, что же означало концовка этого сериала вообще, да, и о чем вообще хотел сказать автор и самая популярная версия о том, что вообще это там происходило, это то, что это вообще все сон собаки, да, и, я не знаю, насколько я вам заспойлерил всю эту историю, но, как бы, если вы не смотрели, то вы посмотрите, если вы смотрели, то, как бы, вы поняли, о чем я говорю. В общем, смысл в чем? Мне тут просто недавно по этому сериалу, не то что я сейчас его рекомендую посмотреть, хотя если вы не видели его, то можете его глянуть, потому что, в принципе, первые три сезона, они достаточно интересны, и они очень сильно вовлекали в себя, как это мистика, и вообще в целом, куда попали люди, но суть не в этом. Я хотел вам показать о том, что тут недавно я наткнулся на видос, который как раз-таки у всех героев, которые снимались в самых главных сериале Lost, они показывают спустя 2004 год и 2023, спустя, грубо говоря, 20 лет, и, грубо говоря, главным героям 25 лет, и потом показывают их, им уже 44, грубо говоря. И самый прикол, что со всеми героями этого сериала они как бы особо сильно не изменились, да, и это, грубо говоря, еще подчеркивает эту всю мистику, связанную с этим сериалом, потому что вот вы смотрите, вот, допустим, сейчас Джона Лока показывают, да, и вот он в 2004 году как выглядел, вот и сейчас вы на него смотрите, он вообще ни капельки не изменился, прошло 20 лет, и он там, как его, забыл, как актера зовут в сериале, ну, здесь он как-то больше изменился, да, но вот если мы берем там, допустим, вот Джек, да, то есть как бы доктор, который там всегда, вот он, ну, по нему видно, что он постарел, да, но он, знаете, вот не на 20 лет постарел, хотя по нему сильно заметно, ну, вот с японскими актерами, которые там играли, по ним вообще не скажут, что они как будто, вот просто как будто вот 20 лет для них ничего не прошло, то есть как бы, и это какая-то, знаете, загадка, вот особенно по Хёрли тоже, как бы, ты смотришь на Хёрли, вот он там 20 лет прошло, ну, чуть-чуть заметно, что он постарел, ну, как бы вообще ни разу не видно, да, то есть как бы это настолько, с одной стороны, странно, с другой стороны, это как бы вот подчеркиваю ту историю, связанную с тем, что как бы вот с этим сериалом Происходят какие-то мистические вещи, которые уже на протяжении 20 лет повторяются И насколько он был тогда загадочным, на тот момент, когда выходил этот сериал Настолько он загадочным сейчас и остался И это всегда, на самом деле, вызывает такую достаточно сильную полемику Связанную с тем, что вообще в целом звезды не стареют, с одной стороны Но с другой стороны, этот сериал, он опять же за счет своей однозначной концовки И неоднозначной того, что хотел сказать автор Они как бы, вот ты такой смотришь и думаешь, блин Я просто помню свои ощущения, когда я посмотрел финишную серию этого сериала И я такой, типа, что вообще, про что, что это такое Вот, полез читать описание в Википедию, начал читать, вдумываться А там, понимаете, что дело в том, что там смыслов этих всех Которые закладывал там, типа, во всю эту историю автор, да Просто великое множество, да Но понятно, что есть там какая-то определенная канва Связанная с тем, что вообще там могло происходить, да Но в любом случае, там есть фанатские теории, связанные с тем, с тем и с тем, да И как бы, и я вам просто рекомендую Если вы вдруг не смотрели, то обязательно посмотрите этот сериал Вот, и в любом случае, как бы, обратите на него внимание, да То есть, как бы, и потом, может быть, подискутировать со мной по поводу того, что Какая там была концовка и вообще, что она означала Ну а я, как бы, сегодня хотел вам показать именно, как изменились главные герои за 20 лет И, грубо говоря, на видосе, да, мы посмотрели, что по сути, по сути Они прям не то, чтобы прям сильно и изменились, так сказать, да И вот такая история, которая связана с тем, что вот ты смотришь на человека 20 лет прошло, а он вообще, как бы, почти что не потерял своей внешности И это, на самом деле, очень сильно впечатляет Следующая история, которую я хотел вам с вами поделиться Связана с тем, что я тут для себя вообще в целом хотел Найти какой-нибудь классный источник освещения Для того, чтобы заниматься видеосъемкой различных машин и так далее То есть, как бы, вот если вы посмотрели мои фотки, связанные с тем, что как я снимал Поршик Вот, то вы могли видеть, что там есть такие височники цвета такого высокого плана Да, то есть, как бы, трубочки такие Вот, и я, может быть, потом как-нибудь покажу Хорошо, разрешаю, разрешаю Вот, мне просто приходят различные вдавления, вот И я тут стараюсь не сильно отвлекаться В общем, я раньше делал, я помню, источники света самостоятельно То есть, получается, у меня были такие эти люминесцентные лампы Которые я выкрашивал в цвет, который мне необходим был, да Вот, и собирал из них, получается, такую схему цветовую То есть, получается Ну, в любом случае, это был кусок деревяшки На которой была примотана, грубо говоря, лампа Различное управление и так далее То есть, как бы, мне, в принципе, на тот момент Четыре лампы вышли где-то четыре с половиной тысячи, да То есть, короче, и мы тогда с этими лампами достаточно много всего поснимали И различных видосов И сделали даже несколько ивентов В том числе вечеринки геопати, которые проходили в чердаке Они были очень успешны То есть, как бы, мы там прям, ну, сделали очень красиво То есть, как бы, понятно, что это все было хендмейт И сделано вот этими вот руками Вот, но в то же время, как бы, это было все очень интересно, круто и здорово И, как бы, многие отмечали то, что, блин, как бы, ребят молодцы запарились Сделали какую-то вечеринку очень дипотическую В то же время, как бы, связанную с тем, что Там было очень много освещения такого красивого То есть, да, там, грубо говоря, неоновые лампы Которые, как бы, в любом случае освещали таким интересным и крутым источником света Вот, и они, эти лампы у меня были до вот этого года То есть, как бы, вот И я их максимально старался использовать Потому что, опять же, раньше таких источников света Было сложно достать, потому что они стоили очень дорого Либо они были такого плохого качества То есть, как бы, они не удовлетворяли своей позиции С того, с точки зрения, с той точки зрения, которой я хотел их использовать Вот, но недавно, ну, точнее, не как, не то, что недавно Но, вот, буквально, там, не знаю, год прошел, мне кажется И появились различные RGB источники света Которые заключались в виде трубки, да И вы могли их использовать, не знаю, подсвечивать свои фоны и так далее То есть, как бы, там, очень много сейчас, опять же Так как случился бум различного стримерства и так далее То есть, как бы, производители RGB ленты, они подсветились Начали делать различные, различного рода источники света Которые можно ставить, наверное, на задних фон и так далее В общем, и они стали, то есть, они стали Сначала они стоили дорого Впоследствии они стали уже стоить чуть менее дорого То есть, дешевле, дешевле, дешевле И сейчас они дошли до такого момента, когда они стоили, грубо говоря, там, ну, каждый их может себе приобрести. Если вы понимаете, о чем я, то есть, как бы, я такую, знаете, небольшую, долгую подводку веду, но, как бы, я хотел рассказать вам как раз-таки про такие источники света, потому что я для себя прикупил такие вот штуки, которые называются Colorful Floor Lamp, да, то есть, как бы, они там по-разному на маркетплейсах обозначаются, там, торшеры, 360 светильники и так далее, то есть, как бы, ну, суть их заключается в том, что, как бы, это просто вот такие трубочки на специальных поставочках, которые светятся различными цветами, да, то есть, как бы, если вы сейчас видите на трансляции, я показываю, как раз я себе приобрел 4 штуки, потому что мне для того, чтобы снимать машины, как раз-таки необходимы 4 штуки. У меня как раз вот до этого я рассказывал то, что я делал самостоятельно, самодельные, вот, и у меня, как раз, их было 4, вот, но, как бы, они все были выкрашены в один цвет, то есть, как бы, их, естественно, использовать можно было, там, типа, грубо говоря, у тебя одна из лампы синяя, другая красная, другая зеленая, другая желтая, да, вот, а вот у этих вот лампы, у них большая вариативность в своем световом пространстве, да, то есть, их можно делать вообще какого угодно либо цвета, потому что я сейчас вам покажу, вот, если вы посмотрите здесь как раз-таки к этим 4 лампам пришло еще 4 блока питания, 4 провода и 4 пульта, да, соответственно, с пультом можно ими управлять, вот, и, как бы, получается так, что, вот, и к ним еще есть еще свое приложение, соответственно, вы можете на своем айфоне всеми этими лампами, соответственно, управлять с одного устройства, да, и включать их в цвет как вам угодно, то есть, как бы, любого, вот, если вы посмотрите, да, здесь можно просто цветовой круг выбрать, можно выбрать, там, все, что угодно связано с их эффектами и так далее, я сейчас в дальнейшем еще вам покажу. В общем, вот такие вот лампы и суть в том, что, как бы, их стоимость, давайте я сейчас вам, я покажу на Marketplace, потому что я потом вам еще ссылочку скину, вдруг вам будет интересно, я, как говорится, могу немножко не то, что про рекламировать, но должна, типа, подсказать, что вот это вот проверенная история, я тут отсюда заказывал, как бы, и здесь все есть, как бы, вот. Соответственно, вот эти лампы, которые я заказывал, я буквально вот отсюда заказывал, и я сейчас, потом ссылочку чуть попозже скину на эти торшерчики, грубо говоря, вам в прямую трансляцию, чтобы вы вдруг, если вам такая штука нужна, то, как бы, вы смогли себе ее приобрести, вот, и, как бы, в принципе, здесь все, как вот она, как, выглядит она достаточно, ну, обычно, да, то есть, грубо говоря, там просто обычная лента, вот, и вот как раз здесь все ее основные, как говорится, эти, как его, я забываю постоянно взяться на ее преимущество, вот, здесь все указано, да, то есть, опять же, я повторюсь, то, что ссылочку на Wildberries я скину, откуда я заказывал, поэтому вдруг, если вам пригодится эта вся история, то, как бы, я вам ее могу, вы можете, перейдя по этой ссылочке, себе ее приобрести, вот, и таким образом, вам ее получится ее, там, зацепить себе, там, за 1254 рубля, которые она, там, своих стоит, может быть, кстати, она будет еще и дешевле стоить, потому что, опять же, сейчас такие распродажи, нераспродажи и так далее, да, ты скажешь, вот здесь, вот, в общем, смысл в чем, то есть, как бы, грубо говоря, вот, мне 4 штучки пришли, я их все проверил, они все максимально, то, все, четко, то есть, как бы, там, бывает так, что я смотрел по фоткам, то есть, как бы, они могли, там, прийти немножко понадломанными, они могли, может, там, нерабочие и так далее, то есть, у меня все нормально, все вышло, то есть, как бы, да, там, смысл в чем еще, что, как бы, вот, если вы посмотрите, то, как бы, к ним, получается, приходят блоки питания, у них, там, грубо говоря, питание 2 ампера, 5 вольт, то есть, короче, 10 ватт они, как бы, потребляют, вот, единственный момент, то есть, как бы, они бывают разные в исполнении, в том плане, что, вот, есть лампы которых встроен провод есть лампа у которых вот как у меня получается отдельный провод который на micro usb ты можешь там любой провод кругля подкинуть там допустим это них здесь полтора метра в комплекте идет и у меня он был где-то точнее можно подключить там рубля 10 метров получать в любой скорочек убы и фишка в том что как бы эти лампы еще очень большой плюс в том что они питаются от powerbank если вы посмотрите вот здесь нам на кадре да то есть они подключены точнее одна лампа у меня получат powerbank да то есть как бы ты можешь ее запитывать вообще от любого источника и это очень такая классная история в плане то что ты можешь взять собой куда угодно . такая полевая грубо говоря момент то есть как бы вот минус тех ламп которые у меня были до этого то есть они питались от 220 вольт их грубо говоря надо запитывать было от аж от генератора да то есть этим можно запитывать от пара банка можно с собой куда угодно взять они очень компактные очень приятные вот и очень классно давайте я вам на прямой трансляции сейчас покажу потому что у меня это лампы сейчас буквально перед передо мной стоит потому что если вы посмотрите вот на задний фон вот у меня на заднем плане как раз таки одна лампа такая как раз таки мигает вот и говорится я использую уже непосредственно у себя на прямой трансляции потому что опять же все это оборудование которое я себе приобретаю она используется для работы но в то же время когда она мне не используется работы я использую для прямой трансляции так вот да вот она у меня значит прямо вот около меня лежит здесь такая классная этот лампа вот смотрите при найти какой джедайский меч такой грубо говоря главное она единственно что несложно и поместить на прямой трансляции потому что вот она достаточно большая вот и вот от нее пультик вот буквально сейчас например совсем показывают вот давайте и зажжем вот тогда об сделаем вот отлично вот она горит вот давайте я не знаю сейчас я у нее очень много на самом деле режим после вы посмотрите на пульту здесь покажу . бы здесь на пульте очень много всего того что с ней можно сделать то есть и давайте я попробую him знает давайте авто режим включу вот она как бы вот честно прямой трансляции не видно не видно то что она всеми цветами радугие отсвечивает а то что бывал но в то же время как бы она здесь может быть и такое и такого света . бы если вы посмотрите на задний фон у меня такая же лампа стоит как бы она отыгрывает различными режимами то есть как бы вот а сейчас у не там грубо говоря как сосульки такие текут час здесь у меня вот единственно что как бы понятно что я сейчас не смогу вам продемонстрировать именно ее функционал с точки зрения освещения потому что она ярко светит а у меня сцена выставлена под определенный параметр на то есть как бы но грубо говоря если вы примерно представите да то есть как бы вы поймете что она себя представляет как бы у нее здесь очень много режимов различных датах круче здесь можно ее и так дело дату с короче там грубо говоря там то есть и джедайский меч там и все что угодно в общем грубо говоря очень крутое устройство которое завязано на том что вы можете себя грубо говоря за 1200 рублей почувствовать себя настоящим джедаем вот и фишка в том что у нее есть очень крутой режим я правда не помню как он включается вот по-моему вот так вот вот смотрите я сейчас говорю и вот молчу и получается так что она реагирует на звук то есть как грубо говоря можно перед ней потопать можно перед ней там просто поговорить словами и она будет реагировать на звук как говорится как не в себя то есть она прям вот слушает у меня получается вот здесь этот есть динамик вот и вот если если вы посмотрите я прям на нее стучу вот и она так моим точнее стуком и в такт моим голосу старается отыгрывать вот и как бы грубо говоря фишка в том что ее можно положить куда-то задний фон рядом с колоночкой она будет вам световым шоу отыгрывать еще как бы то есть у него очень много функционала очень много функциональная история связанная с этим дату с короче и эти лампы можно использовать просто как угодно как для себя в любых сценариях там допустим от украшения своего жилища там не знаю комнаты так далее там на стримах использовать так далее да то есть короче вот и также ее можно использовать там с точки зрения того что интерактив там так далее то есть вот и вот у меня в этом плане она подходит с точки зрения того что ее можно использовать на стримах и всяческим образом с ней взаимодействовать вот таким вот характером вот видите я погромче чуть-чуть говорю и она прям заполняется полностью светом вся то есть короче у него достаточно большой функционал вот давайте сейчас я выключу вот так все вырубили вот сейчас я поставлю в общем очень большой функционал за небольшое количество денег то есть получается грубо говоря за 1200 рублей вы получаете просто ультимативное устройство которое вас могут может устроить ну не знаю в 70 процентах своих задач на то есть короче получается если у вас их 4 то как бы это просто вообще вот вы можете обставить с этими фонарями просто заполнить себе все пространство сделать крутую съемочку и так далее поэтому если что берите на примету тем кто занимается видеосъемками те кто занимается производством контента как или стриме да там то есть типа допустим как я вот себе что-нибудь на фон поставить вот как я себе сделал это все дело вот вы можете это тоже сделать и как бы я думаю что будет очень круто смотреться потому что опять же сейчас у меня на одним цветом там сейчас такими сосульками играет то есть ее может там непосредственно можно чего угодно сделать давайте кстати вам раз уж такое дело давайте вам сейчас покажу потому что я же приложение вот буквально говорится вот и и покажу на прямой трансляции сейчас так вот даже сделаю вот смотрите да вот она вот так вот выглядит да и давайте чтобы я расположу его так уж чтобы вы могли наблюдать что я делал хотя вот давайте вот так все сделано смотрите вот у меня эффект до который здесь их эффектов целых целая гора то есть получить проточная вода хвостохранилище здесь есть вот миксы красота хвостохранилище работа и бег еще есть вот если вы видите у меня там на заднем фоне как раз таки меняется да то есть ее можно сделать вот таким цветом можно взять вот таким по различным цветом да то есть короче получается вот можно вот так вот сделать получается вот заполняется да и фишка в том что еще у все этого дела можно еще менять скорость этого всего всех этих эффектов то есть короче грубо говоря здесь безграничная возможность для творчества то есть можете как угодно это все делать как угодно это все дело представляет вот и в различными баловаться эффектами которые здесь вообще в принципе возможно в этих ламп и это все опять же я повторяюсь за 1200 рублей вот то есть короче получается ультимативное устройство для днем трубка который функционал который просто безграничный да то есть грубо говоря если пересчитать нам на количество эффектов там больше 800 различных вариаций того что вы можете сделать с этими лампами которые вообще в принципе можете поставить их и тогда давайте перейдем непосредственно к следующей теме которая хотела рассказать это связано с тем что я давно себе вообще очень сильно хотел вот и это связано с тем зачем я сижу в общем смотрите какая история вот сейчас у меня кадр выставлен да то есть получается то что и это как раз унесены коррелирует с тем что то если вы видите qr-код ссылка в описании который идет на дешевле если вы посмотрите на прогресс бар который там внизу пин написано то написано 2 монитор в общем для того чтобы мне хорошо проводить трансляции чтобы мне было удобно и комфортно вот я соответственно решил что попробую я с помощью у вас зрителей да тыс бы и вашей поддержке но собирать себе на 2 монитор потому что все таки когда ты ведешь трансляцию этого монитора тебе сложно контролировать газе процессы потому что ты закрываешь программу другой программой рассказываешь друг там что-то сбилась и так далее да то есть поэтому как бы здесь сложно в плане вот и соответственно для того чтобы мне приобрести второй монитор точнее это что не то что приобрести до чтобы мне поставить трое мониторам мне нужен хороший 100 потому что опять же тот стол к за которым я сижу вот у него ширина вот у него вот вот у меня не знают ну там грубо и метр с чуть чуть метр с кепкой да вот и и получается так что вот у меня сейчас переда мной монитор на который я смотрю на который выводится вся информация по стриму он в длину получается 55 сантиметров грубо говоря вот и чтобы второй монитор такой поставить то есть это еще 55 сантиметров соответственно это все занимает полностью весь стол вот и дело в том что этот стол не подходит в том плане что дальше камер то куда ставить грубо говоря у меня сейчас вот 55 сантиметров здесь монитор потом вот непосредственно камера стоит на которой все это дело производится съемочка да и здесь состоит компьютер на которой я периодически посматриваю смотрю там чат отвечаю что-нибудь там и пишу вот и получается так что весь стол занят свободного места нету и клавиатура там управление и так далее то есть как бы все эти нюансы вот я захотел себе все-таки новый стол потому что чтобы все это дело разместить на нормальной площади чтобы не было удобно сидеть вот и решил все-таки запариться по поводу того что приобрести себе какой-нибудь новый стол вот начал поиски начал смотреть какие вообще в принципе модели есть на погрузился там в альберис в озон сходил в dns посидел за разными столами в общем смысл в том что на самом деле сложно очень подобрать себе стол именно тот который хочу себе я по те параметры которые мне нужны в чем заключается его параметры он должен быть минимум метр двадцать длину минимум 70 сантиметров ширину чтобы у его были ножки которые знаете вот как улов столов да такие как бы пространстве да то есть в которой можно что-то вставить ну то есть не просто сплошная стенка до устала да а какая-то ну рама грубо говоря в которой можно там допустим еще штатив поставить там то есть почему свободное пространство до плюс еще у него что должно быть это место для системного блока чтобы его не ставить на стол чтобы он не занимал место вот и плюс он еще должен быть выглядеть красиво вот я столкнулся с тем что я начал искать столы себе на там на зоне на вайлберис ходил в dns и они все эти столы они плюс-минус одинаков в том плане что это грубо говоря столешница которая сделана из дспшки такая достаточно простая вот с выпилом под геймерскую мозоль как я ее называю вот и в принципе там даже были варианты которые подходили мне под размер и под те параменты которые я хотел но у них ножки были сплошные то есть короче там получается так что и там либо одно не расположить либо другое вы либо они сделаны некачественно либо там еще что-то в общем максимально не мог найти себе подходящий вариант вот и такими мытарствами такими таким способом я это все дело искал 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 и в итоге решил что нет все-таки идеальный стол я себе сам сбор ну который уже готовый не найду либо найду но за очень большие деньги и таким образом я решил что значит если я не смогу себе найти стол который я хочу непосредственно сделаны то я попытаюсь сделать свой стол самостоятельно вот и таким образом я начал искать себе отдельно столешницу отдельно подстолье отдельно держатель для системного вот точнее системного блока держатель для сетевого фильтра и вот таким образом я собрал себе идеальный стол который вот у меня на заднем фоне если вы видите кусочек его стоит вот буквально вот тут виден да то есть я просто его еще не поставил потому что я вот только недавно собрал вот и мне нужно время чтобы положить там кабель менеджмент и сделать все что там необходимо для того чтобы это все дело собрать вот и пока что я все еще нахожусь за своим старым столом за своим вот говорится боевым бойцом из икеи который там был куплен еще с 2017 году вот и пока что еще с одним монитором здесь провожу время потому что опять же донат еще пока не прилетает 55 процентов собрано только на стол поэтому как бы все еще в процессе и вы можете меня в этом деле поддержать и подбодрить так сказать все эти мои начинания потому что скоро времени может быть вы ускорить этот процесс и у меня появится второй монитор это все будет намного удобнее и я вам очень сильно за это вас поблагодарю вот но фишка в том что давайте перейдем уже непосредственно в я вам покажу как вообще происходило сборка этого стола потому что я хотел уделить на это время внимание потому что все-таки дело интересное вот сам собирал стол как бы и собрал компьютер на стол мечты которые я вот так вот доставлял то есть это вот буквально столешница пришла очень качественная очень крутая столешница 25 сантиметров толщиной вот я вот буквально и принес домой я хочу отметить что ее очень классно упаковали потому что опять же все проложено с торцов до чтобы ничего не помялось ничего не ничего не повредилась процессе доставки дату все попурчатую пленку была отделана вот и у нее очень большой плюс что у нее такая фактура то есть я она сама по себе это столешница очень матовая вот и вот рядышком со мной стоит у меня шампанское стоит вот и прямо очень приятная получилась текстура очень приятный цвет и крутая обработка самих деталей вот потому что у нее край обработан под 40 градусов чтобы было максимально меньше сколов пока ты ее используешь вот и она такая достаточно тяжелого весистая и очень красивая вот и как бы я начал потихонечку собирать если вы посмотрите вот примерно как это все дело происходило то есть я там взял свои инструменты взял все что у меня есть там сверла все там отметил все там да и заказал специально фурнитуру под это все дело начал все это дело собирать вот если которое вы посмотрите это то есть какой бы я специально то есть я не стал собирать то все дело на саморезах я заказал себе специальные такие гаечки которые вкручиваются в саму столешницу и в которой впоследствии потом вкручиваются уже болтики которые все это дело держат конструкции то есть это очень очень прочно очень плотно и очень красиво то есть как бы вот я вам как раз таки давайте сейчас чужу звук лючим чтобы вам как говорится создать атмосферу как это все собиралась. Я специально затарился всем инструментам, которые там необходимы для этого всего дела. Точнее, не то, что затарился инструментом, инструмент у меня естественно был. Но я за меня все купил. Как бы всю фурнитуру. Все вот это все, что там не нужно было. И начал потихонечку собирать. Все отверстия. Все это. Все размечал. Все сам делал. Максимально кастом и свой собранный стол, который вот у меня так получилось. Вот и примерно вот снизу выглядит примерно так. Если вы посмотрите на трансляции. Получается у нее подстолье такое достаточно На массивное, в которое еще можно закрутить Непосредственно такие ручки Ну сейчас не ручки, а ножки Которые можно еще выравнивать по горизонту Плюс у него держатель для Тоже такой кастомный, для системного блока И плюс еще вот, ну вообще в целом Это все выглядит очень красиво И там еще на заднем фоне, если вы присмотритесь Там еще есть держатель системного фильтра И плюс еще все моменты связанные с кабель-менеджментом Чтобы это все kaikki это выглядит эстетически и красиво Вот, и вот так вот он примерно Это еще он так вот сверху Выглядит собранным Вот, это примерно мое рабочее место Которое будет в будущем Которое я себе поставлю, потому что вот если вы посмотрите В левой части там наверху, там видно как у меня сейчас Организован, да, все это дело Там провода даже видно, то есть как бы это все не очень аккуратно Но в то же время как бы работает и работает Да, то есть как бы, но хотелось все-таки привнести Во всю эту историю немножко комфорта Немножко побольше пространства себе дать Вот, и чуть пошире побольше, чтобы у меня Локти не висели, то есть как бы вот И поэтому как бы я старался себе собрать Такой стол мечты, который у меня в принципе Получился, я еще его правда не поставил на свое Законное место, но как бы это все впереди Потому что нужно время под это все дело Вот, но, говорится, я очень доволен Этим результатом, то есть как бы вот И стол, как бы он получился во-первых красивый, во-вторых Функциональный, в-третьих прочный Большой, просторный И здоровский, на который можно будет поставить И два монитора, и ноутбук, и камеру И клавиатуру, и вот у меня тут еще Коврик такой, знаете, чисто как шейх Короче, сижу прям такой, вот пока что А, еще самая фишка в том, что опять же Я не сказал, давайте я сейчас уже Так расскажу, вот, а что мне под столь Я специально выбирал такое, чтобы оно Было повыше, чем среднестатистические Столы, вот, фишка в чем, короче Есть специальная формула, которая рассчитывает Высоту стола, который тебе Необходим, то есть ты берешь, там умножаешь Свой рост на 10 и делишь на 175 И получается Высота стола, которая тебе необходима Вот, и вот фишка В том, что как бы вот мне как раз Среднестатистическая высота стола, которая Продается в любых магазинах, вообще Она подходит, но я себе всегда хотел Стол повыше, то есть, короче, грубо говоря Вот у меня сейчас стол 71 сантиметр Высотой, я себе хотел чуть повыше То есть, как бы, чтобы у меня, грубо говоря Ну, вот я сейчас очень максимально показываю, да, наверху Вот, а чтобы у меня, грубо говоря, там руки Были чуть повыше вот так, да, то есть Я люблю на стол, как бы, знаете, то, что Облокотиться немножечко на нем Ну, не то, что развлечься, но как бы, чтобы У меня были, грубо говоря, руки на нем прям целиком Вот так вот локти на нем, грубо говоря, лежали То есть я за ним работал Я всегда искал такой высокий стол Но в продаже и готовых таких нет Либо они очень дорого стоят Либо, знаете, вот это регулируемое подстолье, которое можно там выше делать, ниже Вот, это все равно тоже очень дорого Вот, а я себе нашел именно подстолье, которое 80 сантиметров высотой Плюс еще высота столешницы Получилось, у меня высота стола 82 с половиной сантиметра Что-то около того Вот, это, грубо говоря, на 10 сантиметров выше, чем у меня сейчас есть И это я за ним уже посидел, поработал Попробовал Это сначала непривычно Вот, с другой стороны, это прям очень удобно В том плане, что ты, грубо говоря, у тебя все не то, что на весу То есть ты, грубо говоря, находишься на столе И это очень для меня удобно Естественно, это все очень индивидуально для каждого человека Но я вот для себя понял, что с одной стороны это непривычно С другой стороны, ты прям по-другому себя ощущаешь Знаете, у тебя выпрямляется спина Ты не сидишь скручившись У тебя прям, знаете, вот это все выпрямляется Ты начинаешь себя чувствовать, как настоящий такой хороший человек Который сидит за приятным кайфовым столом То есть вот это одна из историй, почему я еще хотел сменить свой стол, на котором сейчас я нахожусь непосредственно. Следующая история, которую я хотел быстренько вам рассказать, буквально со мной приключилась. На этой неделе я не ожидал, что со мной это дело произойдет, но как бы всегда бывает такое, что вот я думаю, что у всех есть какие-то любимые вещи, которые вы носите на своих руках. Будь то там, не знаю, кольца, будь то там часы и так далее. То есть вот у меня одно из любимых вещей это смарт-браслет, который у меня показывает время, смотрит за моим пульсом, за моей активностью и так далее. И у меня до этого был на руках, я носил очень много различных браслетов, но в итоге я остановился на Xiaomi Mi Band. Вот, и я буквально вот первый, в 2014 году первый браслет, который у меня появился, который мне очень сильно понравился, это с Xiaomi Mi Band 1S. Вот, он такой, знаете, металлический, алюминиевый, такой, с тремя точечками, то есть очень простой, без экрана, без ничего, то есть вот. И он очень долго у меня служил и до сих пор еще работает на самом деле, потому что он вот у меня лежит в загашнике, то есть как бы иногда я его достаю, такой подзаряжаю, смотрю, как бы работает, не работает, до сих пор работает, вот. Но потом мне мой друг, вот Миша, который иногда бывает приходит на эти трансляции, он мне подарил, по-моему, третий Mi Band, вот. И там уже был экран, там можно было смотреть на уведомления, и там вибрация была, ну, вибрация была и в первых браслетах, вот. Но смысл в том, что там появился экран, можно было там уже следить, рассматривать уведомления, в общем, за всем этим наблюдать, и мне очень-очень сильно нравился. Я его носил очень долго, пока он у меня не вышел в строй из-за того, что, как бы, я, опять же, я веду очень активный образ жизни, я очень много плаваю, очень много занимаюсь спортом, и, как бы, хожу в баню и так далее, то есть, как бы, и мои браслеты, то есть, а я там в соленой воде плаваю, то есть, как бы, да. И вот эти все смарт-браслеты, они, как бы, у меня дохнут по причине того, что я их очень активно использую, вот. И, соответственно, после третьего у меня появился шестой, вот, и, как бы, и, как бы, я не планировал его менять, потому что он меня всем устраивал, третий я имею в виду. И, секунду, как бы, не хотел его менять, потому что меня он всем устраивал, потому что, в принципе, для меня, что нужно вообще в браслете, да, это то, чтобы он отслеживал мой пульс иногда, да, то, чтобы я посмотрел там, отслеживал шаги, показывал время, показывал давление, которое приходит мне с телефона, Ну, и, в принципе, все, то есть, как бы, я больше там особо ничем не пользуюсь, как бы, там, вот, единственное, что я начал пользоваться чем, это я вот в шестых, когда у меня появились, я начал там, именно, включать тренировки и записывать там калории, которые у меня уходят за время тренировки, то есть, специальные тренировки, пишут, там, приходишь в бассейн плавать, поставишь в бассейн, приходишь побегать, поставишь бег, там, короче, вот. И фишка в том, что настал тот момент, я покажу вам, настал тот момент, когда мой браслет шестой, я причем думал, что вот уж кто-кто, а шестой браслет я думал, что у меня проживет просто реально долго, потому что у меня там все устраивало, то есть в этом браслете, я не видел ничего в нем плохого, и мне хватало там всем функций, которые у них в том есть. Но и этот браслет тоже у меня сдох, давайте я вам сейчас покажу, как это было, то есть в один из дней я прихожу с тренировки, и он у меня просто начинает постоянно вибрировать, вот, я сейчас, например, это сейчас показываю, как он у меня просто умирал в его последние, как говорится, минуты, потому что он у меня был заряжен на полностью, да, то есть, короче, я его снял с зарядки, и он начал постоянно вибрировать, и вот я поставил его перезагружаться, и он в итоге, как говорится, завис в таком вот положении, просто постоянно вибрировал, и он перестал вибрировать только после того, как у него кончился просто заряд, вот. Вот, и он потихонечку вот так вот у меня сдох, короче, и я там на самом деле очень сильно расстроился, потому что я не планировал себе покупать новый браслет, но в то же время, с одной стороны, как бы, это беда, да, то есть, короче, грубо говоря, у меня сдох мой любимый браслет, который я носил у себя на руке больше трех лет, мне кажется, ну, или, может быть, даже два года я себе таскал его, вот. Но фишка в том, что я потом узнал, что, оказывается, эти браслеты не предусмотрены для того, чтобы таскать их в баню, вот. А я такой, типа, парень, который просто носит на себе все, что, как говорится, возможно, да, то есть, ну, грубо говоря, я только цепочку снимал перед тем, как пойти в баню, потому что она разогревается и начинает тебя шпарить, вот. А браслет, как бы, не снимал, но, оказывается, что у них стандарт защиты такой, что, как бы, под водой на него плавать можно, заниматься в него можно, а в бане его таскать нельзя. Ну, и, как бы, и при условии при этом, как бы, он все равно продержался у меня, как минимум, два года со всеми этими банными процедурами, и вот, недавно тут он сдох, и, как бы, в замену ему заказал себе новый браслет, естественно, если вы поняли, о чем я веду, то есть, как бы, вы понимаете, что я себе заказал, вот, и, но я, как бы, сейчас не буду анонсировать, потому что попозже, когда он мне придет, я им попользуюсь, я небольшой, рекапчик вам сделаю, и, непосредственно, на трансляции вам и покажу, и расскажу, и, там, не знаю, может быть, распаковочку сделаю, может быть, просто фотки покажу, что я себе заказал, и мы с вами на все это дело вместе посмотрим, и я, непосредственно, вам такую небольшую рекап сделаю о том, вообще, стоит, не стоит покупать, или, может быть, стоит остановиться именно только на сиомерских браслетах, или, может быть, стоит все-таки перейти на какую-то другую историю, может быть, подороже, но, в то же время, по качественнее, поинтереснее, чтобы, которая выдерживала просто все те натиски, которые, вообще, в принципе, возможно, связаны с этими спортивными браслетами. Значит, переходя к следующей теме, достаточно интересной в то же время, как бы, это та тема, за которую мне прошлую трансляцию заблокировали. Вот, если вы не видели трансляцию, которая была в прошлую пятницу, вы могли ее пропустить, потому что вы ее просто могли не увидеть, потому что мне ее взяли и заблокировали. Связано это все дело с Формулой 1. В общем, на прошлой трансляции я показывал кадры из квалификации, вот, и из-за того, что я показывал эти кадры непосредственно у себя на трансляции, а так как у Формулы 1 достаточно большое лобби, которое радеет за то, чтобы, как говорится, отслеживать всю ту историю, связанную с тем, кто у нее там, что транслирует и показывает ее контент, она мне прислала сообщение о том, что, типа, братан, давай-ка ты заканчивай трансляцию, мы тебе ее пока что заблокируем, и никто ее посмотреть не сможет. Но если ты еще раз так сделаешь, то мы тебе заблокируем весь канал. И я такой, типа, ладно, ладно, ребят, все, все, я, как бы, все у вас понял, без проблем, закрыл трансляцию, как бы, и вы не сможете, не сможете, к сожалению, посмотреть запись ее полностью, вот. А хотя там было, происходило все много интересного, потому что я использовал контент, который, на которого прав я не имел, вот. Поэтому сегодня я буду вам без видео, но в то же время просто картиночками показывать все то, что я хотел рассказать вам про Формулу 1, которая прошла, про гонку, которая прошла неделю назад, вот. А неделю назад у нас была гонка в Бахрейне, и давайте я вам как раз-таки покажу, как у нас квалификация, точнее, про квалификацию я уже на прошлом стриме рассказывал, вот. Но я вам сейчас буду просто немножко показывать про состояние решетки на момент старта, прошлую субботу была непосредственно гонка, вот. И у нас получается, если вы посмотрите на картиночку, то у нас Ферстаппин был первый, Леклер второй, Рассел третий и Сайенс четвертый. Дальше я думаю, что вы посмотрели, как бы, всю фишку там и уловили, как говорится, то, как оно все происходило. Давайте даже вот так вот вам пошире сделаю, чтобы вы, если вам вдруг это интересно, то, как бы, вы углядели то, что кто там каким стартовал. В общем, смысл в том, что, во-первых, гонка в, я забегая вперед скажу, что гонка в Бахрейне была достаточно такая скучная, неинтересная, но в то же время это было много такой своей борьбы и, как бы, самой такой борьбой увлекались это Феррари между собой, вот. На старте, грубо говоря, там Ферстаппин вырвался вперед и там Леклер что-то попытался с ним сделать, но у него не получилось, вот. И, как бы, потом, соответственно, там две Феррари на своей трассе, точнее, на трассе Бахрейна пересеклись, грубо говоря, между собой, начали борьбу, говорится, гоняться между собой, вот, и, если по фоткам посмотрите, вы увидите очень много искра, очень много всего красивого, да, такого, вот. Но это было, происходило, вот, грубо говоря, между сокомандниками, да, и так как я болею за Феррари, для меня это было максимально напряженно, потому что в таких, в такой борьбе можно двумя машинами сойти, потому что вы, грубо говоря, непримиримые соперники, грубо говоря, в своей команде, да, хотя, казалось бы, вот. Но в то же время вы, как бы, обгоняетесь друг друга, и в каких-то моментах можно сделать так, что, как бы, вы просто вылетаете двумя машинами и не приезжаете до финиша вообще. Поэтому, как бы, я сидел с замиранием сердца, каждую борьбу эту всю смотрел, просто, как, знаете, вот, просто у меня, просто там, сердце бомбило, вот, только так. Вот, и, соответственно, там было очень много борьбы, связанной с тем, что сначала Макс Ферстаппин, ну, уехал на старте, и у него никакой особой борьбы не было, его даже почти не показывали, и забегая вперед скажу, что он взял большой шлем, то есть, это, получается, занял первое место в гонке, занял первое место в квалификации и поставил лучший круг, это, соответственно, а, еще лидировал всю гонку от начала до конца. Это большой шлем, вот. Соответственно, как бы, у него там особой борьбы не было, там, ну, как бы, уехал и уехал, вот. Вот, но за ними ехал, получается, за Феррари ехал, ну, за Феррари, в смысле, за командой позади ехал Перес, который обогнал сначала Леклера, потом и Сайнца, то есть, как бы, вот, и была достаточно тоже интересная борьба, но, на самом деле, в этом сезоне бороться с Рэдбулом очень сложно, как бы, и тяжело, вот. И, соответственно, вот, единственное, чем порадовал, как бы, этот ГП, то это, как бы, борьбой между Феррари, между самими гонщиками, да, и борьба Переса, который обгонял сначала Леклера, потом и Сайнца тоже обошел. Вот, соответственно, результаты у нас получаются так, что Макс Ферстаппен приехал первый, ну, как бы, неудивительно, вот. Соответственно, Серку Перес приехал вторым и замкнул эту тройку Карла Сайнца, который приехал на третье место, то есть, Феррари попала на подиум хотя бы одной машины, но в то же время, как бы, она минимизировала свои потери, при условии то, что Рэдбул просто летит как не в себя, его сложно обогнать, и, как бы, вот, третье черта место, Феррари, она минимизировала свои потери, набрала максимальное количество очков, которые она могла, вообще-то, сделать за этот уикенд, при условии, что, как бы, бороться с Рэдбулом невозможно, вот. И пятое место занял Джордж Рассел, который вначале даже было, занял второе место в старте этой гонки, но потом, соответственно, темп не позволил, плюс еще у них такая была настройка машины, что, как бы, они прикрыли диффузоры за счет того, чтобы у них аэродинамика была получше, и не учли того, что машина начнет перегреваться, вот. И получается так, что они не могли ехать в полную силу и не могли, как говорится, держать темп, поэтому, как бы, Джордж Рассел откатился вот на пятое место и замкнул, грубо говоря, эту пятерку лучших, те, кто приехал, вот. И, соответственно, по результатам, вообще, в целом, гран-при Бахрейна, гонщиком дня стал Крайлл Сайенс, потому что он достаточно много обгонов сделал, и, в целом, у него старт хороший был, и, как бы, стартовав, сейчас вам скажу, каким он стартовал-то, стартовав он четвертым, приехал, в итоге, на третье место, ну, понятно, что не есть какой-то результат, но, как бы, все равно результат хороший. Вот, и, получается, вот у нас количество очков, набранных за прошлый уикенд, за прошлый, за прошлый гонку в Бахрейне, то есть, Макс Рассапин набрал максимальное количество очков, получается, 26, то есть, первое место занял, плюс еще лучший круг, за лучший круг дают одно очко, если ты находишься в десятке. Вот, поэтому набрал 26 очков, плюс еще Серк и Перес набрал 18, в итоге у Рэдбула прям 44 очка, почти что, нет, максимальное количество очков, которые вообще, в принципе, можно было набрать за уикенд, одной командой они набрали. Вот, и следом за ними Сайенс и Леклер, которые взяли, в итоге, 27 очков для Феррари, вот, и в кубке инструкторов они пока что находятся на втором месте, на третьем месте Мерседес с 16 очками, потому что Рассел приехал пятый, и Ахамильтон приехал аж седьмой. Вот, и как бы вообще в целом Мерседеса в этом году, и вообще в последние два года, получается, нет, даже три года, получается, 21 по 23, и у них как-то все не клеится, и как бы Хамильтон в итоге, поэтому в том числе и перешел, точнее, перейдет в 25 году в Феррари, если вы не слышали этот слух, точнее, не то что слух, а подтвержденный факт, то как бы вот для вас информация о том, что Хамильтон переходит в Феррари в 25 году, и будет кататься за красную машину, а уже не за Мерседес. Вот, так что, вот, и как раз-таки после этих всех гонок, вообще, я очень люблю смотреть за мемасами, которые потом выходят непосредственно после этих всех соревнований. Вот, и как бы, если вы сейчас посмотрите на трансляцию, то как бы вы видите, что Макс Верстаппин едет за рулем, а у него на экране показывается сериальчик. Для него все эти гонки, знаете, вот это как просто, он просто сел, врубил себе любимый сериальчик и просто едет. И в то же время, вот, самая медленная компания, точнее, не компания, а конюшня, вот, производители машин, это Альпин, потому что что-то у них в этом году вообще не заладилось, и они не смогли пройти краш-тест, поэтому они утяжелили машину с первого раза. Вот, и поэтому у них что-то не получается догнать все весь пелетон, и как бы вот здесь написано самые медленные вещи на Земле, и как бы здесь показаны черепаха, улитка, ленивец и потом команда Альпина, это, знаете, такой юмор. И на самом деле, как бы, мемасов по Формуле-1 очень много выходит, то есть, как бы, я, естественно, осветил, знаете, такого самого победителя, да, который там просто едет и смотрит сериальчики, и вообще особо там не парится по поводу того, что у него есть какая-то конкуренция. И в то же время, как бы, самая отстающая команда, которая там, типа, прям вот ее, знаете, если уж ты в чем-то проигрываешь в Формуле-1, то тебя затопчет мемасами просто как не в себя. Вот, поэтому там, ну, все-таки такой спорт, который очень сильно построен на Иродни, как бы, на всем этом, поэтому, как бы, мемасы это всегда очень весело и, как бы, сильно отражает все то, что происходит непосредственно на гонке, поэтому, как бы, здесь невозможно не упомянуть. Естественно, этих мемасов намного больше, вот, связанных с Формулой-1, вот, и, как бы, я всегда люблю их посмотреть, потому что после гонки их появляется просто великое множество, и они все смешные, но, естественно, я вам не буду показывать их здесь в прямой трансляции, потому что, если я буду их показывать, вы не поймете контекст, потому что вы не смотрели гонку, допустим, да, и вы просто не поймете, в чем их смысл, в чем их прикол, и просто посмотрите очередная картинка и так далее. Вам будет это не очень интересно. А если вы посмотрите гонку, если вы вообще фанат Формулы 1, вы тогда поймете и контекст, и смысл, и смешно вам будет. То есть в любом случае мемы на этом самом деле и построены. Кстати, если что, вы можете перейти по ссылке в описании на мемпати и занести любой мем, который вы захотите, который вам покажется смешным, прямо на прямую трансляцию, и это будет очень весело, смешно, и таким образом вы еще меня и поддержите. Значит, давайте теперь перейдем непосредственно к тому, что я хотел вам посоветовать посмотреть. Значит, смотрите, в чем история. Так как я на прошлых стримах вообще в целом рассказывал про свои поездки непосредственно в Кировск, ну я и сам родился в Кировске, да, то есть я как бы, грубо говоря, дитя гор, да, то есть, и для меня горы это что-то такое любимое, классное, здоровское. И как бы я всем рекомендую, если вы не были в горах и не ходили в горные походы, и вообще в целом не лазили на вершины куда-то, то я вам рекомендую это сделать, потому что это очень впечатляет, очень здорово, вот. И что бы я хотел вам сегодня порекомендовать? Значит, момент связанный с тем, что как-то раз я такой думаю, блин, что бы посмотреть такого, что хочется чего-нибудь такого интересного, может быть документального, может быть что-то такого, чтобы меня развлекло в плане того, чтобы путешествия и так далее, да. И мы как-то, я сидел, готовил на кухне, вот, и у нас там телевизор работал, то есть там Винк играл, то есть в общем, и там обычные передачи, и я всегда там включаю канал, который называется Вижу Эксплор, вот. Это бывший, мне кажется, по крайней мере, я так думаю, что бывший дискавери, а я дискавери вообще люблю смотреть, потому что там различные документальные передачи, которые там рассказывают про различного рода от машин до, не знаю, там, путешествий и так далее. Вот, суть не в этом. Вот, и мне там попалась реклама того, что будет показывать документалка про восхождение на Эверест, вот. И я только заинтересовался, думаю, блин, надо посмотреть. Отложил себе где-то в голове, а потом что-то пропустил ее, вот. И в итоге, ну, идея заключалась в том, что как бы я хотел все-таки ее посмотреть, вот. И не так давно я до нее все-таки добрался. Это документалка, которая называется Ген высоты. Давайте я вам сейчас как раз-таки покажу на прямой трансляции. Вот, Ген высоты, или как пройти на Эверест, документальный сериал, как бы, точнее, я даже не сказал, это многосерийный фильм, потому что там всего три серии. Вот, и это документалка от Валдиса Пельша. Валдис Пельш в последнее время достаточно много документалок снимает, на самом деле. Вот, и давайте сейчас как раз-таки включу трейлер, чтобы он мне там на заднем фоне играл, а вы как раз его смотрели. Сейчас так вот я сделаю. Вот, и фишка в том, что Валдис Пельша своей студией, РД Студия, по-моему, так она называется. О нем достаточно много всяких документалок снимает по поводу того, там, различных историй, связанных с производством, или там, с походами, с путешествиями и так далее. Вот, и дело в том, что я даже пересекался с ним лично, в том плане, что как-то раз он снимал документалку по поводу МАГЭ, которая у нас здесь занимается разведкой шельфов и так далее, да. Я сейчас не буду в это углубляться, то есть, как бы, но специально для них фильм создавал, то есть, на их юбилей там и так далее снимал, вот. Я непосредственно Валдиса Пельша вживую видел, вот, прям, буквально, вот, как мы сейчас с вами сидим. Я, может, как-нибудь потом про эту историю расскажу вам подробнее, вот. Но суть не в этом, короче. Документалка называется «Ген высоты» или «Как пройти на Эверест». Валдис Пельша, естественно, является ведущим этого, все того, как он, этой документалки, как он все это дело рассказывает. Вот, и одним из главных героев, которых там показан вообще в этом всем восхождении, является непосредственно Александр Абрамов. Это очень известный такой альпинист, который много восхождений проводил на, как раз он сейчас на прямой трансляции показывает, такой бородатый в очках мужчина. Вот, и он уже много раз поднимался непосредственно на Эверест со своей женой там и так далее, да. То есть, короче, прям вот профессиональный альпинист, вот. И в суть, в чем заключается документалка, что она рассказывает по поводу того, что там, как идет жизнь, да, как непосредственно в базовом лагере, как происходит подготовка к восхождению на Эверест, на самую высокую точку мира вообще в целом, да. Какие сложности возникают при восхождении на эту точку, что испытывают непосредственно сами альпинисты во время восхождения, какие там они ощущения испытывают. Вот, в общем, жизнь такая вот людей, которые решили все-таки подняться на самую высокую точку мира. Вот, из самого Яркого, да, я не буду сейчас вам рассказывать весь синопсис, да, и вообще в целом о чем это. Ну, как бы я примерно рассказал, как бы, ну, я думаю, что вы поняли, да. То есть, в принципе, документалка, там особо ничего такого ожидать не стоит, именно из-за вот этого поворотов. Но из Яркого, что можно отметить, что, как бы, они планировали, вообще, все это экспедиция, которая проходила, они планировали ее провести еще в 2015 году и начали ее снимать в 2015 году. Но из-за того, что там случилось сильное, сильнейшее землетрясение в этом регионе, там даже в этом фильме показаны кадры непосредственно из мест, да, там, как это все происходило, камни-па, там, вот это все, то есть, всю историю, как это там заваливало, все вот это вот, вот, то пришлось перенести это восхождение в 2016 год, то есть спустя год. Вот, и вся эта драма, всю эту историю, которая непосредственно происходила, это все показано и снято достаточно интересно, хорошо. Плюс еще Валдис Пельш, как все-таки профессиональный ведущий, он очень хорошо рассказывает. И там есть нюансы, конечно же, в непосредственно самой документалке, которой, если вы профессиональный видеооператор, вы это увидите, да, вот. Но фишка в том, что этот многосерийный фильм очень сильно, очень сильно, как это сказать, блин, сбился, раскрывает именно поход, точнее, не поход, а восхождение на самую высокую точку мира, на Эверест. Вот, из такого, еще и с Ярковом, и из моментов, давайте я вам с этим покажу, потому что, опять же, это такая история, которая, возможно, вас зацепит, потому что, я думаю, что многие смотрели такой фильм, точнее, не фильм, а сериал, который называется «Дикий ангел», вот. И как раз-таки вот в этом многосерийном фильме, связанном с хождением на Эверест, как раз-таки попал один из главных героев непосредственно этого сериала «Дикого ангела», точнее, нет, давайте вот так вот это сделаем. Вот, его зовут, как его, Факунду Арана, по-моему, да, здесь он пишет, что я здесь не для вас, чтобы погибнуть, да, то есть такой, типа, чисто турист. Вот, но в то же время, как бы, давайте я вам покажу, как он вообще выглядел в «Диком ангеле», да, потому что, ну, такая лично запоминающаяся. Опять же, я «Дикий ангел» на самом деле не очень много смотрел, но в то же время, как бы, вот он вот так вот выглядел, и вот так вот он сейчас, спустя, там, несколько лет, вот выглядит так вот, непосредственно, в базовом лагере на высоте 4000 или 5000, я не помню, сколько там. Вот он так вот выглядит, это вот одна из таких вот ярких тем, которая еще в этом многосерийном фильме отмечается. Вот, так что, в принципе, я рекомендую вам эту документалочку посмотреть, потому что вы узнаете вообще, как себя чувствуют альпинисты на высоте свыше 7000 метров, как это все дело подготавливается, сколько это стоит, кстати, да, то есть, как бы, вот, и, возможно, вас это тоже заинтересует. Второй фильм, точнее, второй многосерийный, нет, даже не так, второй сериал документальный, который я хотел вам посоветовать, это называется, тоже про восхождение на горы, называется «Эльбрус.Невозвратом». Давайте я сейчас вам покажу. Вот, про что этот сериал документальный? Значит, в 2021 году, в сентябре, было небольшое восхождение на Эльбрус. На самом деле, как бы, Эльбрус вообще считается не такой уж сложной горой для восхождения, то есть, понятное дело, что все равно это сложно, все равно это, как бы, нужно подготавливаться, все равно тут надо проходить, там, акклиматизацию и проходить все эти горные, там, болезни и так далее, вот. Но для, вот, для многих, как бы, после, там, Эвереста и восьмитысячников, вообще, в целом, Эльбрус считается, как бы, обычной горой достаточно, которая, там, ну, просто сходить туда и, как бы, насладиться видами и так далее, то есть, грубо говоря, такая прогулочка, да, то есть, ну, опять же, я очень сильно утрирую, потому что я там ни разу не был, да, и мне очень легко судить по себе, да, то есть, короче, я там, типа, не был, и считаю, что, ну, как бы, я, опять же, по отзывам слышал, да, то есть, как бы, что Эльбрус считается не очень сильно такой сложной горой для восхождения. Но фишка в том, что, как бы, этот сериал документальный рассказывает про, вот, это восхождение с точки зрения того, что, как бы, казалось бы, что восхождение очень сложным, но в процессе этого восхождения случилась трагедия, вот, достаточно серьезная, очень сильная, и она случилась по непонятным причинам, вот. Я не буду раскрывать все карты, которые там происходили, потому что, опять же, это будет небольшой спойлер, да, но этот сериал очень красиво и круто снят с точки зрения визуальной и, как бы, рассказывает всю ту историю от непосредственно очевидцев, которые попали в эту катастрофу. Давайте, кстати, как раз-таки трейлер сейчас включу, чтобы быть уже, как говорится, не быть, пусто, не пусто слово, как говорится, рассказывать на фоне, да, то есть, как бы, там очень много съемок, точнее, очень много материала, который было снято непосредственно в процессе этого восхождения, да, то есть, короче, вот, и плюс еще очень кематографично снято в целом, вот, и этот сериал еще очень много раскрывает с точки зрения научной полагающей, да, то есть, короче, там, получается, включаются уже те люди, которые могли бы разбираться в этом деле и пытаются разобраться, в чем же причина той катастрофы, которая там произошла. В общем, я максимально рекомендую тоже к просмотру этот сериал, потому что там буквально сколько, если в «Гении высоты» там три серии, то, получается, в «Эльбрусе точка невозврата» там пять серий, но они очень интересные, очень хорошо сняты, подача классная, и если вы любите горы и вообще в целом интересуетесь восхождением, то, как бы, возможно, вам тоже это все дело приглянется, и вы, как бы, посмотрите на этот момент, связанный с восхождениями на «Эльбрусе» и с той катастрофой, которая там произошла, может быть, под другим углом, да, и, как бы, вообще захотите в этом деле разобраться, потому что до сих пор идутся споры, до сих пор идутся судебные разбирательства, что же там произошло, потому что, на самом деле, катастрофа, которая там произошла, она получила достаточно широкую огласку и там не все так очевидно, как могло быть. И поэтому я вам максимально рекомендую его к просмотру, потому что очень интересно, здорово и красиво. И с одной стороны, с другой стороны, это трагедия и эмоциональном плане тоже такая достаточно интересная история, которую можно посмотреть. И третий момент, который я хотел вам сегодня посоветовать, это вот этот сериал, документальный, документальный, тоже документальный и тоже про восхождение на горы, я бы хотел вам максимально рекомендовать. То есть первые два вы можете посмотреть постольку поскольку, потому что на самом деле после просмотра этой документалки я вообще по-другому посмотрел на восхождение в горы и вообще в целом посмотрел на документалке, которую я посмотрел до этого. Документалка называется «Кислород», это мини-сериал 2022 года. Он тоже состоит из пяти серий, я сейчас буквально все расскажу. Вот, и скину ссылочки для того, чтобы где вы вообще можете это дело посмотреть и где вы можете вообще это все дело изучить, так сказать. Вот, и вот для меня вот именно эта документалка, это прям максимально то, потому что я ее, когда смотрел, я прям, знаете, вот очень сильно сопереживал всей той истории, которая там происходит. Вот, смысл в чем заключается? То, что этот сериал-документалка про трех альпинистов, которые решили подняться на Броуд Пик, вершина, которая высотой, по-моему, что-то около 8 тысяч метров. Она за 8 тысяч, это, знаете, такой, из 8 тысячников там есть целая коллекция вершин, которые можно там подняться, да. И вот они решили подняться на Броуд Пик, фишка в чем, то есть три альпиниста, без кислородное восхождение, а это очень сложно при условии, что когда вы поднимаетесь за, когда вы поднимаетесь уже за пределы там 5-6 тысяч метров, рублей, хотел сказать, вот, то получается так, что вы страдаете там от кислородного голодания, потому что там становится меньше кислорода, да, и вам становится тяжелее вообще в целом себя там ощущать, как-то двигаться и так далее, то есть как бы вот. И, соответственно, вот в первом документалке, которую я вам рассказывал, они там с собой тащат кислородные баллоны, поднимаются с кислородом непосредственно с самим собой. То есть они там тащат, то есть там богатые люди поднимаются, с ними идут там шерпы, которые тащат с ними баллоны, они там себе маску там и так далее, то есть, короче, они там поднимаются, грубо говоря, в около лайтовых условиях. Здесь же ребята поднимаются просто на хардкоре, на своих легких, короче, сами тащат, сами все тащат, то есть они плюс еще к тому, что они поднимаются без кислорода, они с собой еще тащат лыжи, вот. И у них такая задумка в том плане, что они поднимаются на вершину и, соответственно, с неё потом скатываются. Ну, как мой папа сказал, сложно назвать это катанием на лыжах, там фишка в том, что ты просто борешься. Но сама история в том, что ты, грубо говоря, берёшь и с собой тащишь лыжи, и поднимаешься туда на вершину, потом с ней скатываешься. Это при условии, что ты ещё потом это всё делаешь без кислорода. В общем, это максимально круто и максимально прям респект вообще таким парням, как говорится. Вот, и, в общем, документалка про, вот, и опять же, ещё раз повторюсь, что это прям про жизнь, да, вот, как люди подготавливаются к этому, ко всему делу, как они живут на, непосредственно в самом базовом лагере, как они готовятся к восхождению, что они преодолевают, какие они испытывают эмоции, как это физически сложно, как это всё опасно, да, это всё дело в этом, в этой документалке показано. И ещё они очень сильно делают напор на то, что как это сложно делать без кислорода, да, то есть, короче, вот. И ещё очень сильный факт того, что, как бы, опять же, здесь в главных ролях, да, и кто вообще это всё дело снимает, это Виталий Лаза и Антон Пуговкин, вот. И получается так, что Виталий Лаза вообще в целом, ему, вот я лично выражаю, огромный респект в том плане, что, как бы, он помимо того, что с собой тащит камеру и, вот, точнее, тащит с собой лыжи, тащит с собой всё оборудование, он с собой тащит ещё камеру, ещё там снимает всё это дело. А я могу сказать, что снимать в таких условиях, это, ну, тебе там, хотя бы подняться, да, хотя бы как-то себя там ощущать, там, стараться там, типа, физически как-то себя протолкнуть и так далее, да, то есть, как бы, а он ещё умудряется всё это дело снимать и, как бы, не только там на камеру, но на GoPro-шку всё это документировать, да, то есть, короче, вот, и ещё с собой тащит лыжи, то есть, короче, прям очень крутой чел, и я просто восхищаюсь такими людьми, у которых прям хватает сил не только для того, чтобы подняться наверх, но ещё, как бы, протащить с собой кучу техники, да, квадрокоптеры, камеры и лыжи, да, там, ещё покатиться, ещё всё это дело поснимать, то есть, очень многие кадры из этой документалки были сделаны непосредственно Виталий Лаза, за что ему большой респект. Вот, и из таких ещё ярких событий я хотел бы затронуть такую тему. В этом сериале показано, точнее, не то, что, вот, сейчас я сформирую, у меня просто сбился, вот, в этом сериале показана спасательная операция, вот, и я не буду спойлерить, что там произошло, но вот именно эта спасательная операция у меня вызвала максимально много неоднозначных эмоций, вот, и она показана непосредственно, как она шла, что там произошло и вообще в целом, то есть, как бы, вот, и я прям вот рекомендую вам к просмотру, потому что я уверен, что у вас она вызовет прям максимально много эмоций, потому что всё-таки это дело такое, то, что там показано, это прям вот, ну, я первый раз такое видел, я вообще был удивлён, что это было снято, во-первых, да, вот, во-вторых, как бы, когда ты идёшь на спасательную операцию, у тебя нету вообще в целом, как бы, мысли даже о том, что ты будешь что-то там снимать, вот, а здесь получается так, что это было ещё и снято, запечатлено, и итог всего этого дела, он до сих пор не оставляет у многих людей какого-то определённого эмоционального отклика одного, да, то есть, короче, но в любом случае это героический поступок, вот, и то, что там происходит, как себя люди ощущают, как себя люди ведут непосредственно выше 7 тысяч метров, это, как бы, вот, ну, оставляет прям, ну, очень сильный эмоциональный отклик у себя, у себя в душе, вот у меня лично, да, я думаю, что если вы посмотрите, вы тоже оцените и увидите то, что там показано, и это на самом деле максимально просто вот, ну, за душу берёт, в общем, вот такие вот три документалки про восхождение в горы я вам рекомендую, если что, давайте я вам сейчас прям на прямом эфире скину ссылочки, и эти ссылочки, естественно, будут на прямом эфире, точнее, эти ссылочки все будут в смонтированной версии, в описании я прикреплю, вот, чтобы если вы вдруг заинтересовались, если вы захотели посмотреть это всё дело, то вы могли это всё дело, как говорится, непосредственно потом глянуть, перейти по ссылочкам и где это всё дело посмотреть. На этом я буду потихонечку заканчивать, спасибо всем, кто был с нами в это, всё это время, спасибо вам за то, что вы донатили, заносили донаты, писали в чат, писали комментарии, это очень приятно и очень сильно подбадривает всё это дело, всю эту трансляцию, которая здесь есть. Также спасибо большое всем тем, кто посмотрел это всё в записи, смонтированной версии, вам тоже большой респект, потому что вы уделили на это время, выделили на это какую-то свою часть жизни и так далее, то есть надеюсь, что вам понравилось, вам было весело и интересно. Вот, также я хотел поблагодарить отдельно наших постоянных зрителей, это Алена, Аня, Влад, Костя, Никита, Миша, за то, что вы всегда приходите здесь и пишите свои самые приятные сообщения в чатике, да, и вы всегда приходите вообще на прямые трансляции и без вас, возможно бы, вообще всех этих выпусков не было бы, потому что вы, как говорится, вы спрашиваете, когда же эта трансляция будет, будут ли они вообще или нет, то есть в любом случае вы узнаёте вообще о состоянии того, как бы будет трансляция или нет, поэтому вам большой респект, это очень сильно согревает меня и поддерживает меня вообще в любом начинании, которым я здесь провожу, то есть как бы каждый ваш комментарий, сообщение в чатике или любая активность, это всегда очень приятно и очень всегда поддерживается, поэтому вам большой респект, и я хотел вас отдельно поблагодарить за то, что вы как бы всегда и каждый уже 20, получается, третий выпуск подряд, вы здесь присутствуете и поддержите меня в этих начинаниях, поэтому вам большое спасибо, это всегда очень приятно, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, ну а мы с вами увидимся в следующем выпуске, пока-пока!